На протяжении нескольких лет Красновская средняя школа неоднократно становилась победителем конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». На грантовые средства для образовательного учреждения приобретают оборудование, которое позволяет сделать учебный процесс увлекательным и разносторонним. Фотографии с изображениями природы и животных родного края не так давно украсили стены Красновской школы. Практически все снимки сделаны самими учащимися и педагогами. Школа стала намного уютнее благодаря и картинам, и растениям. Появился какой-то некий домашний уют, которого так не хватало стенам школы, да и в целом самой школе. Украсить стены образовательного учреждения фотографиями и картинной галереей на третьем этаже удалось благодаря гранту компании «Лукойл». Также при поддержке нефтяников в Красновской школе появился свой пока небольшой зимний сад. Обустроить его фойе школы – давняя задумка учителей и школьников. Каждая группа ребят выполнили отдельный проект, и одним из проектов стало создание зимнего сада. Все растения, которые здесь представлены, они выращены самостоятельно. На съездство гранта приобретены вазоны, почва. Весь труд – это наш труд и труд наших детей. Здесь представлены драцена, дифенбахия, колюс, бегония, традисканса и много других видов. Обустройством зимнего сада занимаются старшеклассники, которые увлекаются биологией. Юные натуралисты сами выбирают растения для посадки, а затем ведут регулярный уход за ними. Для школьников это любимое занятие, к тому же приносящее пользу окружающим. В нашей школе представлен зимний сад, разные виды растений, которые приносят неоспоримую пользу для здоровья, но также украшают интерьер нашей школы. Их можно увидеть в главном холле разного множества. Школьное научное сообщество во главе с учителем биологии Натальей Понариной неоднократно становились победителями ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Благодаря многолетнему сотрудничеству удается не только преобразить родную школу, но и представлять Ненецкий округ на различных выездных конкурсах. В 2019 году по итогам конкурса социальных проектов, проведенного ООО «Лукойл-Коми», школа-поселок Красное стала одним из победителей. Благодаря этому удалось заключить договор пожертвования. В 2020 году после участия нашей школы вновь в том же самом проекте, в том же самом конкурсе социальных проектов ООО «Лукойл-Коми», мы вновь стали одними из победителей и также был заключен договор пожертвования. Кроме того, при поддержке нефтяников учащиеся Красновской школы изучают биологию с помощью самых современных цифровых микроскопов, которые также были приобретены на средства компании «Лукойл». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север».